Спасибо за приглашение для участия в Вашей школе. Хорошо известны наши свои темы. Мы его поделим. Это предпринимательство. Таланты. 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 Машина, коллайдер, значит, что встречные пушки у вас имеются. Значит, вы даже сразу за республику водит 2,5 сантимассы, который будет кондиционально. Значит, расчетную коллайдер, вот, так сказать, расчетную энергию 7 на 7r, в соответствии 7 раз больше, это протон-протонная машина. Значит, в наших энергиях уже разница между антипотонными и протон-протонными ситуациями не сильно наверняка. Значит, в нашем оборудовании в этом году, сегодня и еще в ближайшем году он будет работать, 3,5 энергии, 3,5 Т, то есть 7r в системе сантимасс, и, соответственно, светимость, это, пожалуй, самый главный параметр, с которым это впервые коллайдеры, она сейчас низкая, и поэтому таких ярких физических результатов в ближайшие месяцы рождать не приходится. Смотрения происходят, но их мало. Пока. Значит, надо заметить, что протоны, это не элементарные частицы, они сделаны из клапанов и глионов. И, грубо говоря, чтобы понимать, как это реально элементарное сопровождение, тут есть между этими элементарными составляющими клапанами и глионовами, грубо говоря, энергия сопровождения на 9 на 6. И, соответственно, энергия, которая будет достигнута при сопровождении не более того, а энергия, которая будет достигнута при мультарном сопровождении, составляет, примерно, насквалилим тепла. Это вот те энергии, которые реально можно добраться и на большом уровне. Для этого клапана, для сравнения, который мне меньше 300-400 Гц. Значит, это большая машина. Мы видим оттенки соответствующие радиус основного кольца 4, я не слышал, целая система установителей, которые заберут от большого кольца. Ну и вот главные стороны здесь вот так. Лобочка протома и эти четырех местах прислойки. Значит, ну для чего большие энергии нужны, тем понятно. Во-первых, вы можете рождать новые частицы, если у вас достаточно энергии, значит, вы можете рождать частицы вашей массы. Для сегодня наиболее тяжелой элементарной частицей, которая как раз была открытой на талатроне, это ТОП-ВАРТ, его масса 172 ГЭЛО, то есть 172 ГЭЛО, и открытый угол ГЭЛО, масса была измеренной. Вот такие свойства, изучены на талатроне. Значит, это одна сторона металла. Вторая сторона металла стоит в том, что, соответственно, если у вас есть большой инкурс, то есть, опять же, большая энергия, то вы можете изучать процессы, которые уже используют на очень маленьких постоянных. Масштаб постоянных для большого уровня коллайдера – это примерно 10-17 сетей. Это, значит, 4 порядка меньше дамера амфероника. Ну вот, в том, о чем пойдет речь. Ну, во-первых, конечно, я должен будет несколько слов сказать, как смогут быть, чтобы мы с вами рефиксировали основные представления. Значит, основная материя будет 2 – это темная материя и районная симметрия силы. Это те космологические проблемы, которые, может быть, будут решены на большом одном направлении. Ну и дальше, если не останется время, поговорим немного по административе микроизлучения – тоже горячая тема сегодня. то, что мы увидим, что есть в Вселенной. Мы не благодаря двери амферопии микроизлучения. Особенно маленького амферопии микроизлучения. Ну и разрозненные замечания конструкций. Значит, давайте мы приступим к целому теле. Значит, космология. Как описывают Сирену? Да, тогда будет достаточно. Это считать, что пространство трехмерного не вклидово. Значит, четырехмерное пространство не вклидово. Конечно, Сирена расширяется. В языке теории относительности, в общем, обозначает, что у вас есть верность. Четырехмерное. А вот каждый данный момент времени пространство не вклидово. Это, на самом деле, экспериментальный факт. Может быть, я несколько слов международцев скажу о том, как он появляется. Однородная изотлодная Сирена не обязана быть вклидово вообще не говоря. Она может иметь пространственную перевезну. И вот экспериментальный факт сегодняшний, что с хорошей точностью пространственная перевезна одна нуля. Значит, в этой ситуации метрика пространство времени Кристочки очень простой формулы. Т.е. для эксплуатажа меток трехмерного треугольного пространства. Т.е. космическое время. То время, которое мы с вами измеряли нашими часами. А.а. масштабный факт. И х, как говорят, сопутствующие координаты. Т.е. те координаты, в которых сидят галактики. Т.е. вода, привлекаясь в это пикулярное движение, с какими-то скоплением, допустим, еще вращаются в центр скопления. Т.е. вода, привлекаясь на это. В это пикулярное движение. Х это те координаты, в которых находятся галактики. Соответственно, расстояние между галактиками, а Д и х, Это физические расстояния, они увеличиваются с течением времени, вселенная расширяется. Нор – это современное значение всех величин, а нор – это современное значение масштабных факторов. Должен сказать, что все современные значения масштабных факторов, которые не вкликнуты вселенной, значения не имеют никакого. Вы в офисе всегда можете сделать перемаштабированный координат и положить его в равные единицы. И это уйдет в виду. Хотя в космологических караторах, как правило, не важно. Важной характеристикой является вероискрасное смещение. Это число, которое показывает, во сколько раз масштабный фактор изменился с планетой религия. И, соответственно, скорость кем расширения вселенной, в техническом призводном масштабном факторе отравления – это параметр каун. Он зависит от времени и характеризует кем расширения вселенной. Современное значение параметр каун хорошо измерено, хотя еще, примерно, 15 лет назад были джанки дебата по поводу того, чего же он собирая ровно. Он достаточно хорошо измерен. И, конечно, сегодня тут точность, если я показываю, представляю себе такого характера, космология, точность времени сегодня. И в таких традиционных единицах на эту секунду на мегапарсель она равна примерно 70. Значит, то мегапарсель все равно знает, что это 3 миллиона световых лет, и 3 на 10 раз, что это светло. Это характерный масштаб скопления давалов. Давалов – это наш метр-размер виденной части, углы сетки. Значит, почему таких единиц измеряют тоже, так сказать, по историческим причинам, на самом деле, хотя этот параметр, как видно из его определений, имеет размеры сегницы на время, тем не менее, его измеряют на таких больших единиц. Таких искусственных параметров – км в секунду на метр-парсель. Это взялось из того, что красное смещение можно себе мыслить как, ну, по крайней мере, при небольших значениях, небольших расстояниях, можно себе мыслить как скорость разбегания галактик и ассоциировать покраснение потомок, которые происходят за растяжение галактик. Значит, соответственно, цель-парс увеличивается не на волну. Значит, для этого смещения можно пытаться интерпретировать как эффект долга. На слева у вас будет стоять скорость на отличной скорости света, а справа у вас будет стоять расстояние, и коэффициент перед ним как раз и есть штаб. Это закон Хабба. Ну и так же понятно, что имеется измерение, значит, скорость галактики на расстоянии на 10 мм парсель, скажем, это 700 км в секунду. Камунская скорость разбегания. Ну, а в таких более естественных единиц это 14 галактик. Значит, Камунский закон отлично работает. Значит, это вот диаграмма Камун, так называемая. Здесь отложены красные смещения на арифмическом масштабе, а здесь логарифм устояния. Звездная величина, профессиональный логарифм устояния. Вот это определение. Ну и видно, что здесь имеется прекрасное мнение. Первая, данная первая относится к свертному белому теплу. Это, ну, так сказать, некоторые ученые, большинство скажут так, думают, что это стандартные свечи, которые есть у Вселенной, известны абсолютной светомостью, и по измерению яркости мы видим, как абсолютно остальные. Ну, образное смещение само измеряется по смещению спектра соответствующих источников. Значит, еще одно свойство нашей Вселенной, то, что наша Вселенная теплая, что имеется как раз вот это самое, с великим исключением. С прекрасным клантусом спектра. Этот клантус спектра промерлен в большом диапазоне частот. Ну, утверждает, что самый лучший клантус спектра, какой вообще существует в природе. Есть, так сказать, специальные лаборатории, метрологические, которые делают черные тела. Вот это черное тело поведено лучше всем, что были сделаны в земной истории. Дальше. нет сплавных спектра, и температура всего вот такая, 28-28. Значит, понятно, что эти фотоны покраснели. Они были испущены в тот момент, когда Вселенная перешла из плазменного состояния, это было тогда, когда температура была примерно в 1000 раз больше, чем современная температура. С тех пор Вселенная расширывалась в 1100 раз, и, соответственно, было больше просняли в 1000 раз, и сегодня элемент использовал небольшой температур. Тогда была температура около 3000 тела. Ну и, соответственно, такая была такая часть. Важной современной характеристикой, которую мы будем в некоторых времени использовать, является энтропия. Которая пропорциональна в углу температура, с известным пациентом. То есть, если думать, что этот газ находится в новом направлении, то это прямо в блокности энтропии в фотонной компоненте. Плюс есть еще энтропия в электронной компоненте, которая удобно сюда добавить. И численное значение энтропии — это 3000 единиц на увеличенные сантиметры. Значит, важно, что энтропия сохраняется при расширении Вселенной расширения Вселенной медленно. И на ранних стадиях Семинар находился в состоянии павлового гуманалейса, и энтропия давалась вот такой формулой и уже, соответственно, это эффективная шлость генислового. То есть, это шлость генислового, число частиц, типов частиц, включая спины. Число типов частиц — вот здесь вот, вот это два спины по кругу, вот две генислового. То есть, соответственно, для СССР — это число частиц, которые при экилистке при задании экилиператорика. Оно меняется. При высоких экилиператорах, скажем так, при экилиператоре, были и в тронпозитронных вкладах, еще раньше в акаде в акаде в акаде в акаде. Значит, поэтому, это такой уже технический момент, но энтропия точно сохраняется, и поэтому удобно вычислять или обсуждать всевозможные фотости числа частиц, отнесенные к энтропии. Ну, вообще здесь число степеней свободы бозонных с коэффициентом единицы, а фермионность — с коэффициентом СЕВАТИН. А температура заканчивается и так будет? Да, в раннюю Силену всё было бы тянуть так вот, по-моему. Сейчас есть тонкость с тем, что нитриент температуры не такая. Потом автоматически движется существенно, а число получено существенно. Почему так неудобно? Потому что полезно вычислять и обсуждать. Плодность чисел частиц отнесён к плодности драки. Если вы не вычислили в такой момент времени, что после этого, если частицы не добавляются или не бывают, то это отношение остаётся в столе. Значит, основным уравлением, как вы описываете движение Вселенной, является фирмом, которая связывает темпу шею Вселенной с плодностью энергии. Где плодность энергии включает в себя все виды энергии, какие есть у Вселенной. Ну, надо поговорить о том, какие на самом деле есть виды энергии Вселенной. Но, в правой части, создает всё, 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 что существует. Все виды энергии, какие есть у Вселенной. Значит, здесь стоит, конечно, гравитационная постоянная на самом деле. Я написал мне её в виде бетонской гравитационной постоянной. Единица на массу планка в квадрате. Мы будем использовать единицкий h в расчетах в лице или единица. И тогда масса планка и традиционные постоянные связывают таким простым способом. И численно масса планка 10-15 мега. Это был масштаб физиационных взаимодействий. Значит, существенно, что вообще говоря, что нет пространственной перенезы, пространственного шлейфирова. Ну, ещё одно важное понятие космологии – это горизон. Глядя на это уравнение, видно, что в ранние времена, когда фокус был очень большой, ТЭП расширение был большой. Вселенная стартовала с гигантской плотности, возможно, планок. И расширилась к нашему времени. Значит, был момент большого взрыва. Момент начала расширения. И, значит, горизонт этого стояния, которое сигнално испущенное в момент большого взрыва, пролетели к моменту ТЭП. Ну, что она настоящая. Значит, несмотря на то, что Вселенная МП-2 стала бесконечной, это расстояние – конечное. Если говорить в терминах обычной теории горячего большого взрыва, не вспоминать про инфляцию. В теории горячего большого взрыва, когда у вас всё начинается с очень горячего пола Вселенной, и расширяется за полуфалма, это величина конечная. И составляет сегодня величину порядка примерно 15 гей кубов. Значит, и 4 на 10, 28 гей. Это вот тот размер, на размер той области, которая доступна нашему изучению. Что за пределами этой области, мы с вами не знаем. Те фотоны, которые составляют сегодня юридическое излучение, они пролетели практически вот этого стояния. Чуть-чуть-чуть меньше. Значит, теперь, если вы знаете параметр храма, измеряете его, то вы знаете полную плотность энергии Вселенной, так называемая геологическая плотность, она просто потому, что абсолютно получится, если в это выражение поставить современное излучение параметр храма. Удобно помнить, что эта величина составляет примерно 5 на 10,6 г вверху кубический сантиметр. Вселенная, которая сегодня имеет маленькую плотность, соответствующую примерно 5 энергии подбора продона на кубаметр. Ну хорошо, значит, самое, так сказать, удивительное, наверное, все на этом теле, это то, что современная Вселенная имеет вполне не деревянный состав. Состав такой. Обычное вещество, в основном это протоны, нейтроны и ядра, которые из них сделаны, составляют примерно 4,5% всего на все. Из них полпроцента цветящееся вещество. Остальное барионное темное матери. Барионное вещество, которое не светит. Значит, нейтрины, они массивные, мы сегодня знаем, но мы знаем также, что нейтрины имеют, если это маленькую массу, мы знаем их количество, их примерно каждого типа 100,6 г вещество сантиметра. Значит, и соответствующая оценка, если вспомнить про ограничения на массы, то оценка на плотность энергии, связанных с массой нейтрины, сантиметра, сегодня составляет вещество на массы. Значит, это неженебрежимое малое число, но это мало, понятно. Все остальное, это темная энергия. 73% в мире, темная материя, 20% в мире. Значит, про темную энергию я говорить сегодня ничего не буду. Просто потому, что большой атмосферный коллагер, по-видимому, не способен пролить никакого света на то, что это проходит. Это некоторая однородно размазанная, повседневная, однородно размазанная тип энергии, которая представляет вседневную свете очень частое. Значит, что это такое? Есть у нас гипотезы на эту тему, но, к сожалению, один или одна из этих гипотез не отдаются проверке на строительство-устроительство силы. А вот темная материя интересна. Сейчас мы их видим. Значит, в предыдущем не переходить, а только так, что понятно, что разные компоненты вещества, ну, серебряные энергии, ведут себя в зависимости от времени по-разному. А именно. Значит, и темные материи, и барионы состоят из тяжелых частиц, неликейских частиц, и основная энергия, которая у них сидит, это энергия партнера. Поэтому долгость энергии, профессиональная плотность числа частиц, и, соответственно, она профессионально объемная. У нас тут масштабного фактора. Когда Вселенная расширяется, тотность падает как резиновый. Значит, ультроэнтерийское вещество, или радиация, это фотоны, и на ранней стадии их энергия, дополнительная энергия приближается при расширении Вселенной из-за того, что фотоны растеют. Их энергия падает как единственный масштабный фактор, длина увеличивается. Число радиационного остается постоянным, поэтому плотность энергии, радиация падает как единственная в четвертую. А плотность темной энергии держится постоянной или почти постоянной. Значит, вот этим отличаются эти три кипа энергии. Ясно, что сегодня доминировала почти две минуты в четвертой энергии. В прошлом, когда масштабный фактор был меньше, чем сегодня, доминировало неэлектрическое вещество. А еще раньше, когда масштабный фактор был совсем маленький, из-за того, что тонность радиации вправления была очень большой, доминировала только две минуты. Так что Вселенная прошла, как минимум, кристалли. Лицом даминированной, интерьером даминированной. И сегодня она просто стала доминированной темной энергии. Значит, вот такая графика. Сегодня мы знаем о Вселенной много чего, благодаря космологическим наблюдениям. Значит, вот люди Эльфакона очкились, когда Селенной было примерно в 270 тысяч лет в основном. Эльфакона тогда была в 2010 веке. Еще одна эпоха, о которой мы имеем достоверное извинение, это эпоха привычного лукросинтеза. Эта эпоха, когда температуры были настолько большие, точнее, эпоха, при которой происходила термоядисинтез в древних времен. И, ждуя этого времени, протоны и микроны, такие плазмы, торящие, были свободны. А где-то в интервале около 300 секунд микроны с протонами соединились в ядро. В основном образовались альфа-частицы. Ядро 9,4. У них есть небольшие количества двигателя, 1,3. И это, считается, в полной просчитанной нормальной теории, если вы знаете, как расширяется Селенной, и знаете скорость термоядных реакций, вы можете рассчитать, сколько древних элементов образовалось. И это, в сравнении с уверением, показывает, что все в порядке, так расширялась Селенная. Поэтому и реакция просто стояла в районе миллиардов двадцать лет. Ну, это интересная ипоха, о которой мы не знаем. Эта ипоха образования темной материи, генерации темной материи, и эпоха генерации асимметрии между веществом альфеществом. Собственно, вот эти два вопроса я не хочу сегодня задать. Ну, возможно, до всего этого была инфекционная стадия, совершенно другая, но я ее все делаю. Значит, темная материя. Значит, в действительности, тот факт, что Вселенная имеется темную материю, был бы, так сказать, заподозрин и известен очень давно, с 30-х годов прошлого года. И, значит, аргумент, который приводился в другую форму, как правильно будет, состоит в том, что, зная скорости галакти, вы можете рассчитать массу, ну не знаем состояние наших этих галактиков центра, вы можете рассчитать массу как пункту расстояния и склонить ее к массе светящего вещества и тем самым определить соотношения светящего с несветящего вещества. И несветящие вещества много. Это было известно давно, и уже наверно позже появилось еще множество наблюдений, которые говорят о том, что темная материя есть и в галактиках, и в скоплении дома. Например, известные картинки измерений скоростей вращения и звезд, и газовых облаков вокруг центра галактика. Самое популярное – 33. Таких картин сейчас сотни, и они все были менее похожи. Если бы вещество было целиком сидело в туловой среде, где находятся светящиеся звезды, то мы ожидали, конечно, падение. Измеренные скорости. В данном случае даже растут галактики. Часто бывают плоские или чуть-чуть не менее спадающие при выращении. Но в любом случае видно, что дело совсем не исчерпывается светящимся веществом. Есть много темного вещества на периферии галактики. У каждой галактики есть темное галактики. И это относится к практически всем галактикам, которые хотели перевыкращенными веществом. Есть темное галактики вокруг галактики. Наше галактики, в частности, погружено в темное галоро, размеры вокруг заметно больше, чем 20 килопарсетт галактики светящиеся вещества. Галактики светящие сейчас. Переходя к кластерам, что скопление давать, есть, помимо измерения скоростей давать у филологии скоплений, есть еще целый ряд способов определить галактический потенциал, располагать массу и распределение этой массы в кластер. Например, можно измерять температуру горячих градусов скоплений по ременскому излучению. И дальше использовать статическое равновесие, утверждение о том, что это в основном электроны, что эти электроны, их тепловое движение, их давление, равновесие, равновесие, революционное протяжение, и таким образом оценивать массы вещества в скоплении. Очень мощный современный метод – это метод революционного реализирования. И картинка такая, характерная вот так выглядит. Значит, есть у вас скоплений галактик, и вот желтый показанный галактик в этом скоплении, и все равно у нас еще вот это скопление. А за ним находится явный галактик, который здесь обозначен глупыми. И из-за того, что у вас есть революционное протяжение, значит, лучи сверху изображаются. Линзами идеально. Результат линзирования – это целый набор изображений, искаженных. И для этого изображения вы можете начать вычислить, понять, как устроено распределение вещества, точнее, масса, революционного потенциала, мы, соответственно, распределение массы вот в этом скоплении. Ну и вот оно здесь показано таким голубоватым цветом, хотя эта материя темная, она не светится. Ну как? Надо показать. В центре его больше, в периферии меньше. Значит, распределение гораздо более однородное. И темная материя, которая есть в нашей долгах, но все-таки основная масса равномерно, достаточно оборона внутри этого класса. И таких артенций уже сегодня много. И по нему, по революционному потенциалу, он хорошо и распределение темной материи в скоплении голубоват. Только полную массу. Значит, результат. Результат такой, что отношение плотности такой скучивающейся материи к плотности, критическому, как я надеюсь, вы чувствуете? А, да. Думающийся тебе. Ставляем в революции. Значит, если... Это чисто аспиропизический данный. Если думать, что отношение массы-цвет одинаковое везде, в кластер или в средних усиленных, то это и будет, значит, отношение плотности массы к революционной плотности до целых усиленных. Тут есть тонкость. Тонкость состоит в том, что в кластерах скоплениях галакти находятся всего около 10% всех галакти, но для таких больших объектов, как кластеры, всякие численные расчеты частности и аналитические соображения, говорят о том, что их состав, вот это отношение светящихся к вещества, цвет и массе, что она увеличена, она и средних усиленных, и кластеров. Поэтому эта оценка достаточно хорошая. Значит, помимо этого, уже давно изнутри синтеза было известно, сколько барионной галактики, барионной материи. Вот та оценка, которую я вам показывал, 4,5%, на самом деле 4,6%, это берется и из первичного галактики синтеза, а в последнее время и из измерений анализоплоперии великого излучения. Значит, ну и видно, что материя не хватает, что у вас, значит, должна быть темная материя и ее, значит, омега, это отношение токаса к критической токасе, а в основном стоять к реальной плотности. Значит, я назвал параллельно. Отношение массы к галактике. Четыричина, как мы говорили с вами, держится постоянно во время. Ну, эта величина, значит, она нет. Почему равна? Она равна 0,2 на 23 на критичную плотность и на плотность синтеза. И на третий раз составляет примерно 3 на 10 на 50-е графа. Каждый раз мы не начинаем, тоже характеризуют отношение к области синтеза и галактики для темных. И вот именно так вот объясняет. Будет такая область темной материи власть в нашей стране. Значит, помимо альтрофизических соображений, есть и космологические железные соображения, говорящие о том, что темная материя должна быть, ну, позволяющаяся в действительности и оценить ее значение. Значит, соображение состоит в следующем. Мы знаем, насколько неоднородной была Вселенная в тот момент, когда щипелись директивы фотома. Мы знаем, насколько они заправны, насколько температура в разных направлениях на небесной сфере отличается при зрении температуры. Эта величина составляет несколько минут на 10 минут. Отсюда сразу следует, какие возмущения и неоднородности в области были барионы. Значит, барионы и фотоны, по счету взаимодействия с электронами, где-то и других, были, находились в стекловом обновесении, и, соответственно, возмущение барионной среды в области бариона, возмущение температуры – это что за возмущение? Это звуковая вода. Звуковая вода – это возмущение и неоднородности в области и неоднородности температуры, примерно один раз. То есть, там, эфициентика. Это одно и то же число. Поэтому мы знаем и возмущение и неоднородности, которые были в области бариона при красном освещении веществах, в момент очевидения воздуха. Эта вещества порядка нескольких совместных веществах. Теперь, если мы будем изучать, как эти возмущения нарастают, они нарастают за счет глюкционного притяжения. Просто, если у вас где-то есть больше вещества, то это вещество создает глюкционное притяжение, и туда сваливается, похоже, вращающий спорт. То есть, у вас контраст толпности растет с веществами. Расширяющиеся веществами, глюминированной материей, и веществами. Этот контраст толпности растет прямо в профессиональном масштабном. Все очень просто. Значит, теперь важно, что до рекомендации барионные фотоны были уголовители друг с другом, мы знаем возмущение в барионном компоненте. Соответственно, если у вас была только барионная среда, если у него был в том, как матери, то ионарованность плотности сегодня составляет, что фактор Z, то есть отношение масштаба факторов сегодня к веществам, на начальное плотность, на начальное неонарованность плотности, если не зло. Эта личность составляет несколько процентов всего. Несколько процентов, понятно, что все это еще линейный режим, что никакого коллапса не образования структуры не происходит, у нас всего неонарованности маленькие по амплитуде. Это означало, что ситуация действительно так будет и другая. Если не было первого матери, то никаких галактик, никаких звезд в современной Селенной не было. Более того, из-за того, что Селенная расширяется с ускорением, значит, этот закон перестает выполняться, неонарованность полностью перестает расти, в то время как Ганна Штаги не было темной. И, значит, неоднородность, вообще мы никогда не должны делать относительно личные единицы. То есть галактик, звезд без темной материи не образовало бы ни к современному моменту, ни вообще когда-нибудь. Такая Селенная была бы неподходящая для нашего с вами существования. Эта темная материя для нас важна. Она как раз обеспечивает рост возмущения. Почему? Понятно почему? Потому что, значит, какая-то такая, потому что темная материя не связана с фотомами, не отсутствует давление. И вот этот эффект гравитационного скучивания, гравитационного гравитационной устойчивости при реализации для темной материи гораздо раньше. То есть, если принофотомные компоненты скучиванию мешают давлению, обеспечивающим основным фотомам, то для темной материи этого эффекта нет. Она начинает неоторонность и начинает расти гораздо раньше. Ну, вот так у Филина обращения внимания не надо. Гравитационная функция так себя ведет. А вот значит неоднородности фотонной компоненты и барионы они следовательно затруднят до рекомендации до бесплатного безопасного состояния. Потом барионы становятся свободными. А к этому времени неоднородности в темной материи уже выросли. И барионы просто сваливаются в праве. Гравитационные гравитационные подготовленные темной материи. Такая картинка вполне соответствует наблюдения. Наблюдение структуры генерации степени. И необходимое количество темной материи я считаю, что выложу много в ее, чтобы действительно можно было оказывать заметный эффект на барионы. Значит, если понимать этих людей, то соотношение барионов и темной материи 2,5 тёмной материи оно как раз здесь соотношение так что есть и космологическое свидетельство о существовании тёмной материи. Как только была изменена излучение сло, все сомнения в том, что тёмная материя есть и она имеет нереотерийев приемных веро, все они тёмны. Замечание такое, что эти частицы стюнной материи должны быть нейролифицитой в это время, когда происходит рост мгущение, аниролифиций существующей аналифицировой метрremo-арфиатр это тоже важно такое. Важно, чтобы нейролифиций былаメролифиций в этой стадии ростом, иначе эротеристские частицы не исключаются, они, наоборот, вылетают из любых гравационных яд. Вы фотоны не заставите задержаться арбитеров из Земли, полная опасность. Значит, дефект гравационного протяжения должен быть существенным на достаточно ранней стадии, еще поговорим более точно по-моему. Поэтому эротерист в тёмном плане должна быть не эротеристская на ранних стадиях эволюции Вселенной. Как отличается T-пеллибриум? А? Как отличается T-пеллибриум, а T... Значит, это момент, когда происходит переход до традиционно-минерной стадии на полиглиум, на стадии пеллиматики. Эта величина, сейчас я инциклину не помню, но это Z примерно 3000. Рекомбинация происходит уже на поливинной стадии, и соответствует Z 1100. То есть всего лишь тройка. Да, но Z здесь очень маленькая стадия. Вообще это не выиграл. Тебе два порядка надо выиграть. Значит, тут есть фактор тройка вот здесь, а кроме этого есть довольно сильный фактор рост на поливинной стадии. Особенно на стадии перехода. Может быть на всех вот этих стадиях Если сольку. А? Не хватает сольку. Ну да, почти сольку не выиграет, да. Выиграет. Тройка отсюда и тридцать оттуда. Тройка отсюда, ну да, и почти тридцать отсюда. На самом деле, если вы понимаете, вот эти вот переходные результаты, значит, можно сказать переход по одного решения к другому, они тоже дают алгоритмом численно усилиться. Так. Хватает? Отсюда, кстати, сразу следует, что нефрина не мог быть заметной части темной материи, потому что нефрина и риативистки до очень поздней стадии эволюции Вселенной и какую-то картину образовать не могли. Значит, темную материю, где это обея категории, наиболее популярная колонна темной материи, и масса соответствующих частиц, если это многое физическое монолизм с плазмом, то масса соответствующих частиц должны быть по порядку величины, превышать, ну, так, десяток кэф. Немножко отсюда, он не так точно определился. А темная материя – это частицы с массой 1-10 кэф, опять-таки предполагаю, что они находились в кинетической равновесии с ассоцией. Значит, один раз надо сделать вычисление, чтобы понять, что имеется простой, и поэтому очень правдоподобный сценарий генерации темной материи. Отправляющаяся темная материя – это неизвестная частица. Требуется, чтобы они были стабильными, не расплодавались на время живых силенов, требуется, чтобы они были массивными, и электрически нейтральными. Если они были бы электрически заряжены, они бы давно обнаружили в экспериментах по сути. Из таких частиц, тяжелых, стабильных и нейтральных, среди известных частиц нет. Мы видим, что частицы вообще разговаривают о чем? Это потом, электрон, потом и нейтрин. Значит, никто из них сюда не знает. Заходим к новой частицам. И, значит, вот сценарий, который я хочу с вами поговорить, сделан на основное решение. Так вот. Давайте предположим, что есть новая сторона. на основе X. Предположим, что она рождается и уничтожается парой. Что есть некое квантовое число дискретное, типа чёртости, которое запрещает частицы распадаться, а манилировать частицы, и уничтожить с ней держаться, не запрещено. Кстати, грубо говоря, такая ситуация имеется в том, что смешает расширение стандартной работы. Значит, предположим, что чё другого хватит не будет, никаких новых существ хватит не будет, тогда всё, что не требуется для вычислений современной концентрации этой частицы, соответственно, массы. Без этих частиц, где требуется знак их массы, какие могут быть формы? Массы и скорости аннигиляции. Крым и негидийских страстей. Мы сейчас видим, что в этом сценарии работают эти частицы аннигилируют выученные эти частицы. Вот требуется знак отсечения аннигиляции и массы. Значит, давайте предположим, хотя эта форма не требуется, что максимальная температура у Вселенной была достаточно большой, больше, чем масса частиц, и вычислим современную плодкость массы этих новых веществ. Имеем как ВИНП. Почему ВИНП? ВИНП. Значит, что нам надо? Надо донять на расположенный уровень веществ. Здесь пропущен параметр. Значит, и о нём можно перекисать в таком виде. Значит, плодостяные объекты на центре нервной стадии это по степену Борисовичу 3,4, опять же те же самые в центре, учитывающие разные степеницы, он будет различных частиц в глазах. Значит, стандартная модель, кстати, температура в высоте нерв, это соль. Не очень важно. Если перезвлечь корень вот из этого уровня Фридмана, то мы получим простое соотношение между параметром правом кризантной температуре и температурой. Причём в знаменателе стоит масса планка, но не совсем. Значит, есть 50-ти численный тут, берётся из всех этих чисел, и корень изжавших стоек наших двухноселенных функциональных стрессов. Значит, и при декоратуре порядка 100 г, это число большое 10 и 17 г. У нас плана как здесь. Сейчас такой вот простой закон расширения в зависимости от параметра хаула. Зачем нам это надо? Для того, чтобы сравнить темп расширения с темпом аннигиляции. Если у вас темп расширения такой, что частица успевает прониглировать с другой частицей за одно хамбутское время, значит, у вас процесс аннигиляции и обратный процесс сплавного рождения находится в тепловом водописи. Наоборот, если у вас частица не успевает за хамбутское время за то время, пока вселенная расширится, не успевает прониглировать с кем-то с ее аннигиляция прекратится. Значит, условие прекращения аннигиляции состоит в том, что ширина и вероятность аннигиляции не успевает аннигиляции и становится увеличена сравним с падальюшим в этот момент плотность числа частиц замораживает. Наверное, мы видим, что при температуре продать новые частицы негативистские. Если у вас частицы негативистские, то их плотность числа частиц при температуре меньше, чем масса, дается польсманский фонд. Это не что-то, как интегрировано по импульсам, с распределением массы польсмана, а если это минус массы температуры, это нормальный польсманский фактор. У вас есть число частиц, оно падает экспоненциально, и поэтому аннигиляция прекращается. Падает экспоненциально равновесная плотность, и в тот момент эта равновесная плотность достигает становится маленькой, аннигиляция превращается. Время жизни элементарной формулы единицы на то, из числа частиц, которые наши выделения аннигрируют, и единицы на обратную сечение на седьмую точку. А понятно, элементарная формула очевидна. Скантурируют на такое время частицы найдет себе подобную, чтобы аннигрируют, если ее сечение аннигиляции отрижется в соответствии. Значит, давайте приравняем обратное время аннигиляции параметру хаба, то есть приравняем вот этот знаменатель вот этому параметру хаба, который мы сегодня прославили написали. Приравняем положение температуры. Так? Значит, ну, используем конечно дефонциальную формулу, числоэхимические точности положение температуры 1. температура мала. Почему? Потому что в правой части этого соотношения стоит маленькое число, температура и масса панксизма. Маленькое число, поэтому этот экспонент должна быть маленьким. Соответственно, температура должна быть ниже, чем масса частицы с одного геологического панксизма. Значит, примерно так, грубо говоря, оператора панксизма концентрации фигуритов частиц это, грубо говоря, на тридцатого панксизма типичная составляет двадцатого панксизма. Значит, давайте мы определим усредненную констанду сечение на скорость этой числости или 0. Это есть константа геологического вентиляции. Тогда мы получим температуру захалки отсюда с алгоритмической точностью. А дальше доставляем ее в формулу, которая опять подключается из соотношения от числа частиц на ян захалки. Получим вот такой ответ для плотности числа частиц на ян захалки. А нас интересует их отношение числа числа частиц на ян захалки. И получим такой простой формул, в которой есть что? В зависимости от массы в разных профессиональных массах из-за того, что температура числа на толще числа 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 на температуру и соответственно массы и соответственно сечение м и и отношение массы к энтропии это получает на возникли отношение массы к энтропии тропы синтопии это определяется чем? Смотрим сюда определяется сечением регуляции и все все остальное от всего остального зависит от числа корень с жерстой звездой она поднимает зависимость всего навсего логарифм тоже зависит от сладок и массы сечения регуляции геологическая зависит все на все главным параллельным служит сечение аннигиляции точнее современное сечение на скорости значит отсюда мы сразу сможем понять какое должно быть сечение аннигиляции чтобы получилось правильное отношение массы антопии для теории написано еще раз если сюда подставить правильное значение перенависием десятой георганировой части сразу получим сечение на уровне 1,2 на 1096 по 21 значит что это за сечение это сечение характерное для слабого взаимодействия значит если вы посмотрите характерное сечение слабого взаимодействия например сотня g это как раз будет слабое сечение то есть о чем это говорит говорит нам о том что если есть новые частицы в которых сечение взаимодействия сечение генерации в частности сравнимо со слабыми сечениями с сечением слабого взаимодействия то они вполне могут быть кандидатами народщики системы удивительным образом как это число получилось слабый масштаб он получился из того что вам надо гравитационную физику точнее народу как получается что замечательное число 10-10 г отношение массы кандидатами из гравитационной физики массы планов и физики электрославного масштаба этого сечения 10-10 г все это вместе собираться нужно на число 10-10 г ну вот такая нумерология она вам подсказывает что это вполне может быть реалистичный сценарий ну а значит какие частицы происходят с сечением самим составляющим ясно что эти частицы не могут быть очень тяжелыми что наши сечениями у нас еще речь идет о частицах грубо говоря с массами в районе сотни г очень грубо потому что это логарифм и точнее сказать об этом нельзя без моделей ну а понятно что речь идет о частицах после такими массами в районе сотни г может быть меньше может быть больше но где-то нашли их называть ими стал взаимодействующим массивным частицами это массивным радикалс значит простое впрещение что это массивные частицы взаимодействие с которыми по серии сравнимы с уставами значит это контекторы холодной термином материи они очевидляют ключи невидимы листьями с самого начала своей жизни ну и если эти частицы должны быть обнаружены на большом оборудовании по крайней мере если думать оборудовании это теоретическая машина свечения достаточно большие частицы не очень тяжелые они должны быть так что значит конкретный пример модель это суперсиметричная теория очень подробно остановиться не буду скажу только что там есть целый зоопар новых частиц в частности так называемые нейтралина и довольно широкая область параметрах модели суперсиметрии это нейтралина станет ну а взаимодействие грубо говоря имеют по сечению взаимодействия по порядку причину грубо говоря соответствует сечению взаимодействия хотя ситуация довольно такая жесткая уже сейчас поскольку имеется довольно сильное ограничение на параметрах суперсиментичной теории значит важный есть факт подавления модели типично аннигиляции происходит не в С-канале не в С-волне а в П-волне я уж не буду рассказывать почему но это дает дополнительный факт подавления и результат не как подавления а не 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 а а не а 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 значит ну и вот картина, которую я хотел привести такая что если вы посмотрите на одну из моделей суперсин метрии их называют минимальных суперсин метаций Есть еще два параметра, которые характеризуют два штаба ручения среди частинств голых ручных партнеров и скаляно-частинств. Так вот, конфеты выглядят довольно получающе, потому что эти удобности закрашены, они для этих еще запрещены. Экспериментально запрещены вот эти области. Белее и ниже, чем, значит, библиотерные кривые все, библиотерные. Значит, здесь достаточно широкая область массового параметра, как вы видите, герой. Значит, вот то, что требуется, нам надо упасть в противоголубые мимовую кладку на границе, мимовую кладку на границе. Значит, это связано с тем, что основной область сечения аннигеляций слишком маленькой. А вот, знаете, по-моему, есть дополнительные факторы усиления сечения аннигеляций на частицы темной материи между собой. И вам надо усесться на границу с директорной области параметра. И это, в общем, ситуация, так сказать, довольно типичная. Ну, при геоперном области... В геоперном области во всей будет перекроизводство темной материи. Темная материя образуется слишком много, сечения аннигеляций слишком маленько, и проегулировать частицы темной материи не успевают. Поэтому вот в этой белой области. А эта белая область, она не запрещена космологически. И производство темной материи. Правильная защита получилась. Правильная область. И вот здесь, и вот здесь. Значит, ну давайте сделаем перерыв. Тем не менее, я хочу сказать, что это, конечно, так сказать, немножко так. Жмёт, но тем не менее, сам сигнализ настолько простой, и настолько выглядит естественно, что очень может быть, что он правильно. И тогда на большом округом моменте будут рождаться частицы темной материи, и она в этот момент довольно скоро уже не узнает. Нет, я думаю, что уже зарпом на этом нагребуется еще большая часть. Я хочу сказать, что темная материя холодная, такая, которая состоит из изначально миллиметрических частиц, и сейчас, конечно, наиболее популярное, по ритму правильное представление, я думаю, каковы свойства прибыльной материи. Но есть некие результаты, которые не вполне шлиются с таким представлением. Это довольно гравитивно, тем не менее, обсуждается в ней тоже называть стеклой гравитивной материи. И, если вы видите, какие-то физические частицы, с такими, хотя бы, может быть, не намного зря, одним из более естественных кандидатов, это гравитивно-посиметрично-посиметрично-посиметрично. Какие есть слабенькие аргументы в пользу того, что холодная диаметивная материя 50-х? Во-первых, вы можете сравнить, а именно, подсчет каждого голова с численными расчетами по мировой структур. Значит, с численными расчетами по мировой структур делается целое просто так. Вы знаете изначальное возмущение, вы знаете, кидаете какое-то количество точек материальных частиц, массивных, с таким вот распределением, и смотрите, как это выглядит. Численно в расширяющей силе. Значит, и ответ такой, что эти численные расчеты показывают, что должно быть много карликовых грават. Скажем, наша граватница должна была бы иметь несколько сотен спутников, а наша локальная окрестность должна бы содержать тысячи таких карликовых грават. Спутник нашей граватницы, среди которых, наверное, наиболее известными являются регионного бога, таких спутников обнаружено до сих пор около 20 тысяч. А не как и сегодня. Значит, может быть, это вопрос наблюдения. Может быть, это вопрос вычисления. Но, во всяком случае, сейчас есть такая особенность, несколько точек. Значит, второй результат состоит в том, что эти же вычисления предсказывают очень резкие, почти сингулярные поведения плотности в центре гравата. Такие плюлы. Сингулярные поведения предсказы в центре гравата. А если за гравата предсказывается, его тоже не обнаружено. Опять-таки, это может быть эффект отчисления, разрешение требуется хорошее, чтобы вы видите, в области гравата. Но, тем не менее, это тоже очень... Есть некое указание на то, что, возможно, в темной материи была изначальная дисперсия скоростей. Потому что она не была совсем уж ниже гравата. Ну и, естественно, задать вопрос, что нужно для того, чтобы какого рода проблемы можно было решить. И одна из вопросов, что здесь стоит в том, что частицы темной материи теплые. Что это значит? Это значит, что в начале химпульсии, в начале скорости частиц темной материи нет премьернеживого материала. Давайте посмотрим, что это значит на более конечном. Значит, давайте попробуем считать, что темная материя, в отличие от сценария, о котором я говорил, что эта темная материя, предположим, что она отщепляется, перестаёт взаимодействовать с врачами веществом, в то время, когда она всё ещё и является эмитизмом. Когда температура много может быть. Значит, тогда что происходит? Происходит эффект, как говорят, фрисклинг. Эффект такой, что у вас есть полностью две перенасыщение, где большая плотность частиц темной материи. Если бы они были ультилитивисты, то в этой области накапливают на моральное вещество окружающее. В такой ситуации, когда частицы ультилитивисты, значит, ситуация обратная. Эти неоднородности будут разглаживаться, из них начнут вылетать лишние частицы. То есть, они будут вылетать частицы, а смене тока властей сюда будут подтекать частицы в меньших количествах. Поэтому неоднородности будут разглаживаться. Человековое происхождение данного момента, когда температура составляется вниз. И соответствующий характерный размер, на то слояние, на которое частицы разлетаются к этому времени, это, понятное дело, горизонта. Деревитивистский размер горизонта. Коммерть горизонта – это по порядку личной области параллета хавла. По нашей с вами формуле, это есть отношение массы плантации бездельной температуры в квадрате. Соответственно, расстояние такого вот фристрилинга оценивается ровной личиной вот этой массы плантации бездельной температуры в квадрате. После этого частицы становятся неинтересны и живут уже так же, как в квадрате. Значит, вот, там, значит, частицы у лидера такое расстояние, современный размер – больше, но я здесь за отношение к обеих прописывал, на отношение температур для группы отца. Значит, современное расстояние побольше, а то же стянулось на вот этот фактор С. То есть, это величина в таком порядке. Масса плантации на массу частиц на современных температур. Пускай факторы, если вы не делитесь. Значит, объекты, которые формируются из облаков вот такого размера, будут по данным, в сравнении с теорией с колонной температурой. Все объекты большего размера. Ничего от этого туда не идут, потому что то, что внутреннее производство входит при распределении – это один отливатель. Значит, до момента, когда они начали формироваться, темная материя стала уже неэлектрическим. Значит, ожидается становление количества формирующихся объектов малого размера, вот такого современного размера. точнее, начальный размер может быть вот такой, начальный размер больше. Почему я говорю «начальный размер»? Потому что современная гаватта, в том числе каплевая гаватта, в ней толка гораздо больше, чем среднего повсилета. Из них вещество собралось из больших областей. Значит, и характерный размер области, из которой образовалась камень гаватта, это величина порядка сотни килопарсетов. Их современный размер – нескольких килопарсетов. Один, два, пять килопарсетов. А вещество в ней свалилось из гораздо больших областей масштаба сотни килопарсетов. И давайте, если я захочу, чтобы вот такие гаватты были подавлены, то я получу, что, значит, это вот современная гаватта будет возле на порядке 100 килопарсетов. Если поставить сюда число, то, по улюблению, я получу число порядка 3-5. Значит, если, итак, если я думаю, что у меня частицы на темной материи находятся в тепловом направлении, то я подавлю образование аналитических гаваттек, что и хочется. Вот такую тёпкую тёмную материю называют тёплой. Она неративистка довольно скоро после своего ощупления, но какое-то время она была неративистка. В какое-то время она была горячая. И это не было. Значит, ну вот, тёплой, которая это отрисует, нарисована здесь. Здесь изображённое, давайте смотреть сюда. Характерный масштаб масс, из которых образовывается обновавшийся аналитический. Ну а здесь волновое число соответствующее. Значит, а здесь, ну, то, что называется спектром мощности. То есть это величина, которая характеризует амплитуду возмущения. Значит, вот это первая характера для колонии волновой материи. А если у вас частицы лёгкие и находятся в полном направлении, то вы увидите, что образование объекта, начиная с пятной массы, становится подробно. Ну вот, если у вас пять лет, то эта масса составляет примерно 10 восьмой массы. Скажите, давайте, как раз, здесь 8-10 восьмой массы. Значит, кто это такое может быть? Ясно, что никакие не видны. Этой герметинский. Среди частиц, которые могут существовать в природе, это логаны гравитина. Люди обсуждают теремию герметина, часто. Но гравитина это такой довольно-таки определенный пример. И что о каких гравитинах? Только гравитина. Гравитина это суперпартнеры гравитоны. То есть гравитоны есть в природе, а если не суперсиметрина, то должны быть и суперпартнеры. Гравитоны без массы. Гравитина, если суперсиметрия была точной, тоже будет без массы. Если суперсиметрия не точная, гравитина приобретает массу. И пропорциональную квадратную масштабу здесь. Изначается это только f. Торин из f это масштаб нарушения суперсиметрия. Ну а понятно, что все это происходит благодаря реакционным взаимодействиям. Поэтому масса подравлена в первую степень массы. Значит, в зависимости от масштаба нарушения суперсиметрии, у вас будет легкий или тяжелый. Причем он такой настоящий масштаб нарушения суперсиметрии. Не так масштаб нарушения суперсиметрии. Масса нашей суперпартнеры тоже может быть суперсиметрия. Они должны быть, вообще говоря, заметно нечисленными. Значит, гравитина могут быть легкими. Если масштаб небольшой. Это действительно происходит при этом малом. Потому что они суперсиметрии. Если они действительно легкие, то они являются различающими суперсиметрическими частицами, и стабильными частицами. То есть вопросы стабильности для них решаются положительные дни, если их масса невелико. Теперь спрашивается, а можно ли с генерировкой Вселенной в нужном количестве? Вот ситуация интересная. Значит, они могут генерироваться в раскладах обычных суперпартнеров. У них есть суперсиметрический партнер в наших частицах. И время жизни по отношению, или ширина по отношению к этому распаду, она определяется как масштаб большим суперсиметрическим партнером. Тем больше, чем меньше этот масштаб. И массовый суперпартнер. То есть, вероятность рождения гравитина в распаде суперсиметрического партнера остается в такой форме. Потому что она тем больше, чем меньше масса гравитина. У нас такая вот необычная зависимость. Значит, связано с тем, что масса гравитина сама по профессионально масштабу больше не существует. Хорошо. Значит, теперь давайте посмотрим, сколько их таким механизмом генерируется у всех людей. Очень просто. Давайте напишем, сколько их рождается единица времени, количество штуков этих гравитина на трехторах – это количество трехторах от спины. На половиночку меньше, чем больше. Значит, напишем, как менять соотношение нитропии, точнее, числа с чистой нитропии. Это будет нечто иначе, а число распадающих суперпортеров на их ширину и отнесено опять в пунктах. Значит, число распадов будет. Значит, все, значит, очень просто, потому что это отношение держится более постоянным для превысоких температур, значит, отношение, то, что строительство обращается. А в технологическое время оно удлиняется, как разрушение уменьшается. Значит, в то же время, если температура меньше, чем масса суперпартнера, то концентрация малая, потенциально малая, заработанная цифра. Поэтому наиболее эффективно происходит генерация рождения гравитина при температуре, порядке, массе в этой суперпартнере, когда подальше частиц все еще много, а Вселенная расширяется с вами. Ну и дальше, после этого вы мгновенно вычисляете, сколько же у вас получится гравитина отнесенного к нейтропии. Это будет ширина распада на время, во время попадания хаба, в то время тогда температура в основном с массой суперпартнера. И это уговорит, дает следующее. Ширина профессиональной массы в топ-5, вот этот факт, массово распадающийся суперпартнера. Значит, масса суперпартнера в квадрате, из-за того, что температура должна быть приятна масса суперпартнера. Вот наш знакомый нам уже правильный факт, а вот здесь стоит обратный, плюс объединенные температуры в квадрате. Ну и, соответственно, вы получаете, что отношение массы к нейтропии, вот если масса к нейтропии, то есть точечного, как нам надо это объяснять, оно таким простым образом выражается через массу распадающуюся суперпартнеру и масса к нейтропии. Слышите? Значит, эта форма здесь постарена, и надо, значит, суммирует по всем типам суперпартнеров. Теперь удивление состоит в том, что если я начну вот эту массу к нейтропии, в правильной местности к нейтропии, чтобы это было действительно тёплой, тёплой мотыль, то масса суперпартнера зажарена. Ну, а стоимость сейчас я знаю, 10-10. Значит, у меня масса суперпартнера, оказывается, зажарена. Все эти факты осуществляют, что тут малосущественные, и масса суперпартнера оказывается в районе степени 300F. Ну, а это, как говорится, для HRC самое, где-то там, лучший блок. Пришла в данный момент, определённо, каких суперпартнеров обнаружен, ну и, так сказать, довольно скоро, когда мы видим параметры, на лимфе сомнеживая. Значит, такой сценарий, как видно, это, опять-таки, сценарий, который может быть либо подтверждён, либо провердён. большим вопросом показать. Сигнатуры другие. Вы ожидаете, что у вас есть, в конечном итоге, будет рождаться гравития на распадах суперпартнеров. Значит, сигнатуры выглядят другие. но, в целом, вы ожидаете, что вот, так сказать, этот масштаб массы сильно выше выходят. Даже 300F, который тоже, наверное, в зависимости от мощности массы. гравитина. Занятно, что, значит, в такой ситуации время жизни следующей гравитиной гельчайшей суперсимметричной частицы, которая распадается с рождением гравитина. Это время жизни составляет в единице длины несколько миллиметров или несколько сотен метров. То есть, несколько миллиметров это очень хорошо, или, там, сантиметр. Это значит, что у вас будет место, где распадается частица. Нравится второе, как место струкновения. Это отличное движение. Сотни метров это путь, конечно. Это значит, что ваш влечащий суперсимметричный партнер, как право-то метральная частица, что он улетит из вашей гравитиной. А не разберись. Распался он дальше, или не разберется. Значит, ну вот, если гравитина колонна на тему этой материи, то реализуется именно такой сценарий, и это будет довольно трудно на уровне. Значит, вот заключение этой части. Значит, подтверждение на то, что физика на масштабе энергии доступно изучения на OHC вполне может оказаться ответственной за генерацию структурной материи. Хотя это совершенно не гарантированно. Надо понимать, что есть множество, а сейчас просто, как говорится, время идёт, теоретики идут, работают, фантазия отбирает. То есть, есть множество кандидатов второй частистерной материи, совершенно не таких, и не лимфов, и не лимфов, а на примерах всего, которые в частности отношения не имеют. Ну и множество их из различных частей, например, стерильные лимфы, которые тоже лимфы, которые теоретически думают, что они должны быть. Правда, будут как и лимфы. Ну, не важно. Важно, что есть множество кандидатов, которые это защитили, и нет. Поэтому, значит, так или иначе, существуют. Что же выяснили дальше? Если это лимфы, то будет всегда на большом огромном товаре, и это будет, конечно, мотивация дополнительная и целью казани для непосредственного того, как вы слышите. Поиски темной материи, то это поиск здесь вот летает, в экспериментах другого класса эксперимента, скажем, в подземной, где частицы темной материи делаются их поиск по эффектам для воспоминания современной человечества. Когда мы вот это все будем знать, если такой сценарий действительно работает, мы сможем продвинуться сильно во раннюю Селену. Генерация темной материи происходит при температуре порядка, скажем, ниже, чем массы на 60-60-селенной материи, а это соответствует температурам десятки ГФ, может быть, сотни ГФ. То есть мы будем узнать, как Селенная была устроена, как она эмоционирована при таких температурах, где, соответственно, времена жизни действует в основе 10-9 секунды. И это надо сравнивать с тем, что мы знаем реально про Селенную, речь идет о секунде после большого взрыва. То есть мы продвинемся на 8 порядков по глубину Селены. Значит, если это гравитина, ситуация менее радована, потому что потребуется много, так сказать, часа затылок и запасных элементарных дамок, чтобы быть уверены, что действительно именно гравитиной является кандидатом за 60-60-селенную материю. И это, конечно, будет очень плохо, наоборот, для поисков 60-60-селенной материи, других экспериментов, гравитина, вероятно, что мы взаимодействуем с обычным веществом, его эффектирование – это, по-видимому, задача безнадежная. Если же не будет недовольного на РОЧС, то, значит, ситуация станет уже, так сказать, тяжелой, потому что простые сценарии будут подрошены, ну а, значит, если думаете, не простые сценарии, то это может быть и сценарий, где частиц с темной материи вообще не будет. Тогда основные данные про частицы с темной материи будут по-прежнему переходить из космологии и из эстрофизики. Может быть, смогу ли эстрофизики нам что-то сказать более определенное по частиц с темной материи. Я думаю, сейчас, естественно, сделаем перерыв. И периодически обширяется через 10 минут? Нет. А по фигуре? Через 10 минут по фигуре. Через 10 минут по фигуре. Сейчас. И давайте на прогулку, да? Да, давайте. Давайте я прогулку с этим снимем. Я стараюсь на частиц с темной материи в основном говорить о варианте следы. Давайте мы их ввести основные планеты. Забыли противную материю, то есть помним, что она есть, но забыли временно и решили другого вопроса. Вопрос, на первый взгляд, чудной. Это вот не сверху задавать правильный вопрос. Значит, вопрос чудной. Известно, что есть вещество, и нет во Вселенной антивещества. С точностью до экзотичных сценариев, где антивещество скрывается в компактный объект, как этот сценарий некоторый горячий был заработал. Значит, тем не менее, с точностью до такой экзотики, которая сама по себе, так сказать, требует кущей материальной динамики и бранией Вселенной, материя есть. Мы с вами присутствуем. Березы, галактики. Антивещества нет. Думать, что какая-то соседняя или вновённая галактика сделана из антивещества, и она сегодня не кирпича. Это приводило к сильному искажению аэрспекта и эстропии, или его исключения. Поэтому, если антивещество не есть, оно должно быть еще глубоко закрытым. Какие-то компактные объекты, ну, чего вы не веры. Ну, это еще куда-то. Если взрыв такой такой отброски, то антивещества нету. Вся наша осеверенность сделана из материи в районной части. Из барионов. Значит, численно принято характеризовать сколько же есть барионов во Вселенной отношение барионов к факторам. Это, так сказать, традиционная величина. Хотя более правильная величина это отношение плотности числа барионов к энтропии. Они связаны друг с другом, конечно. И эта величина составляет с момента эстропии. Значит, ну, число барионов мы с вами сделаем прекрасно. Число барионов, мы можем говорить, известно и из барионов синтеза, и из данных по энтропии. Но если прежний минут назад, на высокой температуре, в каждой температуре порядка сотенок. Практически нет сомнений, потому что такие температуры активно рождаются, уничтожаются парки антиквартовых. Вообще, температура выше 200 Г, а в повселенной вообще не существуют парки антиквартовых. Техно-грионовых нет. Там есть парки антиквартовые глионы. И из-за того, что там есть вот такие процессы рождения регуляции парков антиквартовых в парк, равновесная плотность кварков антиквартов примерно совпадает с плотностью числа парковых. А это значит, что, грубо говоря, вот это барионное число, которое мы здесь не имеем, характеризует избыток кварков над антиквартов в отношении к народу суммы, кварков антиквартовых. И этого безразменного число – это величина порядка 1 миллиарда. То есть в ранней Вселенной на миллиард кварков антиквартовых парк существовал один лишний дискомпенсированный кварк. Потом по мере остывания Вселенной парк антиквартовых парк аннигилирован, а этот дискомпенсированный кварк остался и сделал все, из чего мы здесь с вами стоим. Вот такая чудная картура. Вот так уже возникает вопрос. Откуда такой избыток же взялся? И, так сказать, наиболее равнополомная гипотеза состоит в том, что этот избыток не есть начальный данный, жгозный вопрос, кривой. Такой состав изначально не всегда вовремя, не вовремя, не вовремя. Да и инфляция. Говорит о том, что никакой изначально кварков антиквартовых парк, не вовремя, не вовремя, железное утверждение. Значит, он должен образоваться в процессе с экологической нагрузкой. И этот вопрос был поставлен завтра, вот здесь любимый, еще в 67-м году, в 1980-м. И до сих пор этот вопрос висит. Как это произошло? Исчет три. За счет чего образовавшиеся вовремя, иначе осталось. Значит, не просто генерировать избыточных частиц аналий-чистец, и кварков аналий-чистец. Для этого переводится сразу несколько условий. И они должны работать одновременно. Хочу, чтобы они их подпочтели. Значит. Должны работать три необходимых условия, которые называют ускоренный салф. Надо сказать, эта статья салфа, в числе с этим уклоном, она очень сжата, информативна, но все эти три условия сформулировала одном единственном предложении. Значит. И с тех пор они, это правильное утверждение, которое произнесут в комментариях. Значит. Требуется, чтобы нарушалось барионное число. Что очевидно. Если у вас барионное число не нарушается, изначально Вселенная бариона симметрична, то у вас никакого избытка бариона на антикварков на антикварков не обрастывается. Требуется нарушение бариона на число. Требуется нарушение c и cp. Почему? Потому что если c и cp точная симметрия, то разница между частиц и антикварков можно более формально написать, значит, к чему приходится способ сравнения c и cp. Но понятно, что разницы между частиц и антикварков нету, поэтому, кто будет генерировать квартку из bd-кварков или bd-кварков, вы сказать не можете. Никакого дегенерации не будет грузить. И третье, что требуется, требуется, чтобы эти вот два условия генерация происходила в условиях теплового неравновесия, отсутствия теплового равновесия. Почему? Потому что в тепловом равновесии у вас, наоборот, все химические функционалы стремятся к нулю. Все избытки частиц, а также частиц, в частности, стремятся к нулю. Наоборот, асимметрия, даже если она есть, теплового равновесия вымывается, имеет тенденцию вымываться. Значит, вот три таких условий можно работать одновременно с некоторым упочнением. Упочнение состоит в том, что вместо нарушения парионного вещества вы можете включить нарушение электронного вещества. А, значит, ну, я объясню, в чём это делал сейчас, но хочу сказать, что такие механизмы, когда вы умираете электронное вещество, а потом не дорабатываете его парионное, такие механизмы люди обсуждают, и, в общем-то, для них является слово электронное вещество. Значит, вопрос, который можно себе задать. Пока мы знаем только предпрослабующееся. Ну, ничего не знаем о физике, наиболее высокой энергией. Давайте задаемся только вопросом. Нельзя ли образовать барионную асилитрию на температурах и за счёт процессов, которые будут доступны и сейчас доступны излучения, или будут доступны излучения на возъемом веществе? Нельзя ли генерировать барионную асилитрию за счёт электрославной физики и лёвку? Значит, тут сразу много вопрос. Оно нарушение барионного вещества. Оно есть или нет в лёвке? У электрославной физики? Это есть. Это тоже удивительное дело, наше я уже могу закончить? Давайте я закончу с вопросом, а дальше на него можно отвечать отлично. У меня уже не верю. Внутри барионную за счёт я их доставлю. не верю. Спасибо. 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 Спасибо.